Северский район В рамках выставки прошли мастер-классы по гончарному ремеслу, лепке из глины, кузнечному ремеслу, ткачеству, лозоплетению, художественной росписи и вышивке и лоскутному шитью. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что для развития сельского туризма власти и дальше будут создавать все условия. Мы должны понимать, как ценно то, что представлено на выставке, и это дает сегодняшним жителям Краснодарского края эмоции, сохраняет культуру и возвращает нас к нашим традициям. Сегодня руководство региона распространили все меры господдержки на те предприятия, которые занимаются ремесленной деятельностью, а лучшим подворьям и хозяйствам вручили заслуженные награды. Выставка агротуризма проходит уже в четвертый раз, и в этот день на ярмарку приехало 500 туроператоров, чтобы договориться с фермерами о сотрудничестве. Очередное планерное совещание состоялось в администрации Северского района. Руководители ведомств и служб, а также главы поселений собрались для решения текущих вопросов. Началось совещание с поздравлений. Первый заместитель главы района Марина Наумейко вручила школьникам и педагогам благодарственные письма за активное участие в жизни поселений. Одним из важнейших вопросов в преддверии купального сезона является безопасность людей на водных объектах. О том, как ведется работа по профилактике чрезвычайных ситуаций на водоемах, отчитался начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Васильев. Постоянно ведется пропаганда знаний и информирование населения по вопросам безопасности на воде в летний период. Всего распространено 2800 штук-листовок. В общеобразовательных учреждениях проведены инструктажы по правилам безопасности на воде. Немаловажная тема для обсуждения – исполнение консолидированного бюджета района и поселений за прошедшие 4 месяца 2018 года. Заместитель начальника финансового управления Андрей Красиков рассказал о ситуации в сфере налогообложения. За 4 месяца текущего года в консолидированный бюджет края по Северскому району поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 882 млн 346 тысяч рублей, что меньше уровня прошлого года на 259 млн 67 тысяч рублей или на 23% по относительному показателю. При этом годовое бюджетное назначение выполнено чуть более на 30%, при средней краевом показателе – 34%. Помимо основных вопросов, присутствовавшие также обсудили и проблемы благоустройства и санитарного порядка в поселениях, деятельность управляющих компаний и результаты совместной работы органов местного самоуправления и федеральных служб. По итогам совещания все замечания были учтены, а особо острые вопросы поставлены на контроль. Глава района Адам Джерим провел очередную выездную приемную. На этот раз задать вопросы районным специалистам пришли жители станицы Крепостной – Смоленского сельского поселения. Главная проблема, с которой станичники пришли навстречу – подача газа в населенный пункт. Газопровод построен уже несколько лет назад, но до сих пор не введен в эксплуатацию. Пуск на наладочные работы подрядная организация так и не провела, поэтому люди обеспокоены сложившейся ситуацией. Как отметил глава района, в этом году работу необходимо начать. Всего же на встрече районные специалисты рассмотрели 35 вопросов, касающиеся самых разных областей. Это электроснабжение, благоустройство, земельные вопросы, строительство сельского клуба, фельдшерско-акушерского пункта и другие. Инфраструктура интересует, потому что молодежь растет, развивается. Точно так же и газификация меня интересует, расширение удобства нашей станицы, облагораживание центра и так далее. Мы уже неоднократно задавали несколько раз вопросы и на сходах граждан, и одному главе, и второму. Нету, значит, нормального света не бывает. Сейчас вот говорю, провис проводов большой, а, говорят, это может быть допустимой нормой. Ну как допустимой, если раньше ставили столбы через 50 метров и натягивали просто алюминиевые провода трактором, они в натяжении. Сейчас ставят кабеля, которые тяжелые в оплетке, они их руками натягивают, а провис недопустимый. Ну, сказали, порешаем, ждите ответа. Следующий выезд представителей районной администрации в станицу Крепостную состоится в конце мая. Северские полицейские подвели итоги Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году состязание посвящено 300-летию российской полиции. На конкурс школьники представили работы о стражах правопорядка Российской империи и наших дней. Состав жюри представили сотрудники полиции и представители общественного совета при отделе МВД России по Северскому району. Деткам очень понравилось участвовать. Они заинтересованы были. Надеюсь, остались очень довольны. Выбрать лучших среди конкурсантов членам жюри непросто. В этом году работы отличались оригинальностью, идеей, необычной техникой исполнения, сложностью и проработкой мельчайших деталей. Победители конкурса Андрей Форманюк, Дмитрий Варюхин, Вячеслав Барабанов и Игорь Штрейс награждены грамотами за активное участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Степа». В Северском районе встретили Ночь музеев. Акция проходит ежегодно и с каждым разом радует всех, кто интересуется культурным и историческим наследием. Сегодня Северский историко-краеведческий музей – это не только хранилище предметов, но и современная культурная площадка для творческих людей. Регулярно в его стенах проходят выставки художников, творческие вечера, мастер-классы и многие другие интересные мероприятия. В этом году акция совпала с Днем пионерии. Гостей музея ожидали небольшая экспозиция, мастер-класс по завязыванию галстуков и просмотр фильма «Тимур и его команда». Молодежные организации, оказывающие помощь тем, кто в ней нуждается, существуют и сегодня. На встрече представители волонтерского движения Северского района поделились успехами в своей работе. Примечательно, что в Ночь музеев представлены и работы самобытного художника из Анапы Константина Иванова. Это морские этюды, навеянные картинами Айвазовского в технике сепия, портреты людей, изображения животных. Искусством художник занимается всю жизнь. Константин экспериментирует в самых разных техниках и стилях. Серьезная творчество, как он признается, началось с создания копий любимых художников-реалистов, таких как Иван Шишкин и Иван Айвазовский. Их влияние чувствуется и в работах самого автора. Завершилась Ночь музеев, необыкновенные лекции об истории ношения бороды и мастер-классами для всех желающих. Герои кино и виртуальной реальности, а точнее их воплощение, собрались в молодежном центре этажной фестиваля Комик-Кон. Он собрал десятки поклонников, фильмов, сериалов, компьютерных игр, книг, популярных комиксов, аниме и манги. Задумка организатора фестиваля такова. Собрать людей со всего района, которым интересно что-то новое, необычное. Это возможность для каждого предложить свои самые смелые идеи и фантазии, помочь воплотить их. Этот фестиваль мы организуем для того, чтобы изначально была концепция объединять людей посредством массовой культуры. То есть, допустим, людей разных национальностей, разного возраста, которые увлекаются одними и теми же книгами, компьютерными играми, какими-то, может быть, сериалами, кинофильмами. Объединять людей посредством массовой культуры, чтобы она приносила не только деградацию и разрушение, а также могла служить социально значимым механизмом. На фестивале настоящие творцы выставили работы, сломая все установленные шаблоны. Образы, созданные своими руками, папье-маши, ткань, металл для воплощения виртуального персонажа подходит все. И даже декорации, переработанные из старых ненужных вещей. Неповторимая атмосфера, динамичные квесты, нескучные викторины, невообразимые игры и, конечно, косплей любимых персонажей. Это все крошка Комик-кон. Популяризация книг, например, как культуры. У меня, например, образ книжный. То есть, это из одной книжной вселенной, из известных писателей. И, допустим, это популяризация книг, популяризация каких-то правильных, интересных фильмов. Также популяризация какого-то творческого направления. То есть, у нас есть художники, которые выставляют свои работы, которые показывают то, что они делали, то, чему они научились. Отрадно, что ребята, занимающиеся организацией, яркие и отзывчивые. Они с удовольствием встречают новых добровольцев в свои ряды. На сегодняшний день количество волонтеров-организаторов 25, и почти все из них художники. Творчество должно отходить от массовости, должно отходить от каких-то заезженных шаблонов и ориентироваться более на узкий круг потребителей. И все-таки отходить от какой-то безморальной, безинтересной, без нагрузки на логику. Оно должно отходить к чему-то полезному и правильному. То есть, оно должно видоизменяться и нести какой-то логичный, правильный посыл к вечному, к доброму. Созданным образом косплееры, как артисты, еще год могут ездить по подобным фестивалям и мероприятиям в других районах и городах. Но на следующий комико надо делать нового героя – стричь крылья, шить маски и клеить мячи. Пионер – всем ребятам пример. 19 мая – день рождения Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. В душах нескольких ныне здравствующих поколений пионерия насталась навсегда. Третий год подряд жители села Михайловского на базе школы номер 32, повязав красные гаустуки и вспоминая добрые традиции, празднично отметили День пионерии. Пионер, как всегда, готов помочь, готов оказать помощь ближнему. Поэтому здесь у нас всегда в этот праздник, конечно, собираются как и взрослые, так и дети. Вот такие мероприятия, которые проводим мы, это, конечно, сближает и передается традиция. Конечно, наши дети должны не забывать и старикам помогать. Пионерия создавала у советских детей и подростков внутренний идеологический стержень, стремление расти и совершенствоваться. Потому и пионеры повсюду должны были быть первыми. Замечательное стихотворение пионерских лет. Все-все его помнят. Как повяжешь галстук, береги его. Он велик красным знаменем цвета одного. У пионеров из Советского Союза был свой девиз «Всегда готов» – значок с горячим костром и портретом вождя. Пионерский галстук символизировал часть красного знамени. Подготовка в ряды пионеров начиналась с младших классов, а кандидатуры выдвигали на классном собрании. Право первыми надеть красный галстук предоставлялось отличникам. Затем в пионеры принимали ударников, а потом и остальных ребят. Мы помним, хоть для меня это было короткое время, когда я был пионером, но оно было очень красивое и яркое. Знаете, и еще, когда мы повзрослели и появилась у нас возможность на что-то влиять, мы решили провести такой вот традиционный праздник. И проводим его уже третий раз. А наши дети, много здесь детей из нашей школы, они смотрят на нас. Мы своим примером показываем, какие были пионеры яркие, сообразительные, спортивные и разносторонне развитые личности. И я думаю, у нас это получилось. В завершении празднования всех ждал прощальный пионерский костер. Теперь, по прошествии многих лет, взрослые понимают, что этот костер с пионерскими песнями, взлетающими в ночное небо, и есть часть того, в котором зарождалось новое, возвышенное чувство коллективизма, товарищества и братства. Редактор субтитров А.Семкин